здравствуйте меня зовут наталья и это мой канал моя американская история в этом видео я хотела бы поговорить о плюсах или преимуществах россии перед соединенными штатами америки я перечислю и дам краткое описание тем 6 плюсом которые по моему мнению превосходят в сша по этим показателям ну а делать мы будем это на фоне одного из райцентров россии а то мне сергей пушев жаловался в предыдущем видео что один из старейших престижных и дорогих пригородов столицы сша арлингтон уступает по чистоте и цветам райцентру в котором живет сам сергей поэтому буду радовать ваш глаз не грязными убогими улицами арлингтона не пригорода вашингтона столицы а яркими красками и ухоженностью райцентра рф и так начнем первый плюс это конечно же бесплатная медицина в любой государственной поликлинике или больнице в российской федерации вам окажут квалифицированную помощь вырежут там что-нибудь ненужное ну если конечно же диплом у врача не куплен но даже если куплен то ничего страшного они отличные пользователи пк и в то время как вы им описываете свои симптомы они в несколько кликов найдут в гугле всю информацию о том чем вы болеете и даже как это вылечить но опять же такое случается довольно таки редко процентов 25 30 не больше я клянусь остальные доктора действительно отучились и получили свои дипломы заслуженно и теперь за нищенскую зарплату спасают жизни людей ну я хочу быть объективной так вам скажу не вся медицина конечно в рф полностью бесплатная но даже здесь у россии преимущество не заплатишь вперед лечить не начнут анализы не возьмут не то что в этой америке сначала помощь они окажут а потом только через недели три а то и через месяц счет присылает да еще и сюрприз какая сумма в этом счету вот в рф тебе сразу говорят сколько надо заплатить чтоб тобой занимались ну есть у вас эта сумма или возможность накопить ее это уже другой вопрос ну и конечно условия в государственных больницах не очень но зато бесплатно второй плюс второй плюс это бесплатные сады в российской федерации ну или плата такая знаете чисто символическая в сша есть частные day cares так называемые сады они располагаются в частных домах или сады при церквях они очень дорогие особенно вот в нашей эре в дисси эре и если вам очень сильно повезет то вы сможете найти садик за 1000 долларов в месяц на одного ребенка нет если вы бедный там мылоимущие то есть возможность получить бесплатное место когда государство будет платить за вас а вообще детские сады это очень дорого здесь в сша российские сады очень хорошие ну за исключением когда детей связывают и заклеивают им рот скотчем третий плюс третий плюс это натуральность продуктов и их питательная ценность в отличие от сша где на натуральных продуктах пишут органик органический или не добавлено антибиотиков или гормонов и это действительно сто процентов так то в россии этого ничего не пишет знаете почему да потому что всем и так понятно что все продукты в рф натуральные более того я вам открою секрет в россии они еще и полезные взять хотя бы молоко в молоке в сша намного меньше кальция знаете почему потому что в рф его мешают с мелом и гипсом четвертый плюс в россии нет такого огромного государственного долга как у сша ребят вообще видели этот долг внутренний долг государственный сша просто огромен они должны сами себе в долларах где они их будут брать загадка пятый плюс пятый плюс россии это блат в сша его встретить сложно там больше знаете как каждому по способностям как работал как учился так и устроился в жизни и что делать людям середнячкам которым учиться в лом работать тоже зато есть обеспеченные родственники и хорошие связи да и вообще с блатом и со взятками жизнь легче захотел диплом купил захотел устроиться на эту работу да без проблем одним словом ты блатной вот представьте что если нет способности к математике и физике а ты всегда мечтал быть инженером ну без проблем есть деньги есть диплом есть работа ну и последний самый главный плюс шестой это президент российской федерации ни в одной же стране нет такого сильного и горячо любимого президента за те 20 лет что он власти и опять заметьте только очень сильный и смелый человек сможет так долго продержаться наш президент смог изменить конституцию российской федерации ведь даже трамп на такое не пойдет не рискнет вернуть крым и теперь он наш поднять пенсионный возраст запретить ввоз продуктов и жизненно необходимых лекарств в страну так считая его дружков миллионеров западные страны заморозили наложив на них санкции но наш президент все равно любим и популярен как никто другой америке такое даже и не снилось и ни одному американскому президенту вот это все плюсы которые пришли мне на ум если я что-то забыла обязательно напишите в комментариях я надеюсь что я раскрыла данную тему и вы также наслаждались красотами райцентра российской федерации и прониклись сильнейшим чувством патриотизма ура товарищи и и и и Субтитры подогнал «Симон»